Всем привет! Вы на канале Ведро и от Гейминг. Меня зовут Александр. Сегодня поиграем в полицию. У нас 2 декабря и мы поехали. Да, время много. Сделаем очень много, наверное, работы. Или мало. Так, а мистер Нэш, я вернулся из Фрибурга. Родители были рады моему визиту. И мы даже вместе сходили на могилу к брату и всё там прибрали. По-моему, я это уже читал. Неужели у меня не сохранилось? Спасибо, что вошли в положение. Отпустили меня. А, ну да, он же отпрашивался. Это, кстати, Перси, как мне подсказали, чувак с первой серии. Помните, у нас усатый был? Но он, правда, мы его прокачали, но тут он опять потупел. Ну да ладно. Так, а... Да и чуть не забыл свежие газеты из Фрибурга уже у вас на столе. Только зачем они вам? Там же читать нечего. Сплошная желтизна. Окей. Ой, блин, прям ностальжи, смотрите, какое. Так. Что-то надо было прочитать, наверное. Да, я хотел открыть, думал, она откроется, нажал, вот всё скипнулось. Ладно. Мистер Нэш, я выздоровел и готов к бою. Замечательно. Молодец. Я перебрал с выпивкой и едва ли смогу сегодня работать. Ну, продолжить, ладно. Продолжить. Ура, это случилось. Теперь и у меня есть последнее искушение Нептуна. Два трезубец для колки льда в мягкой обложке, конечно. Но это лучше, чем ничего. На меня сегодня не рассчитывайте. Я остаюсь дома и буду читать, пока не узнаю, кто же убил бубновую шестёрку. Ладно, он уставший, в принципе, Климзи. Крутой чувак. Если я скажу нет, то он, скорее всего, шляп с ними. Так что, ладно, пусть отдыхает. Так, ну вы пони... да, окей. Мистер Нэш, я поставил 30 баксов на то, что бубновую шестёрку в последнем искушении Нептуна убил чиз. Был с моим сговоре в самом начале и теперь будет притворяться, что ведёт расследование. На самом деле начнёт тихонечко готовить свой побег в Будапешт. О, господи. Хочу поскорее выяснить, выиграл я или проиграл, так что останусь дома и буду читать последние искушения. Так, Магуайр. Ну ты нам на халяву достался? Ну ладно, давай, отдыхай. У нас двое вышли. Да, давай. На похороны надо отпускать. Сегодняшняя смена вот такая вот маленькая получилась. Ну и ладно. Разбирайте. Так, одна граната с тайзером есть. Давайте, наверное, тайзерочек. Блин, вот этому парню тайзерок отдадим. Дубина, тайзер, грена. Кому ещё грену отдать с тайзером? Ну давайте, наверное. Так, эти все заполнены. Ну вот этому. Тын, тын, тын. Святая граната, да? Вот так. Гренадёр будет с двумя гранатами гонять. Бухой гренадёр с 85 опытом. Ладно, поехали. Интересно, если его убьют, он лутик-то свой вернёт? Ой, как мало народу. Кит Морг. Покойницкая. Мистер Нэш, вы наверняка слышали о моих совершениях. Так, это всё было уже, блин. Чё-то я прям боюсь. Я боюсь, что 2 сентября, точнее декабря уже было. Вещи. Мне нет этих вещей, чувак. Код 1 убийства. Больница. Пожилой пациент Майкл Сэндом был задушен подушкой больничной койки. Нужно какого-нибудь умного парня отправить. Да? Ты кто? Интеллектом не блещешь. Слушайте, у меня команда мечты. Только музыка один может расследовать это сложное дело. Блин, жалко, конечно. Ну ладно. Так, а сколько у нас времени есть на расследование? Давайте мы кого-нибудь качнём, потом отправим. Мистер Нэш, я рад познакомиться с вами. Вообще-то у меня ещё неделя отпуска осталась, но когда я услышал, что у нас в департаменте теперь настоящий мужик всем заправляет, я решил вернуться на службу как может скорее. Вы удивитесь моим способностям, я преступников заверстую, унюхаю. Окей, сейчас поедешь, покажем. А, кстати, ты умный, нет? О, ты сейчас поедешь, преступников чуть. А, деревообрабатывающий завод. На проходной пьяный рабочий сцепился с охранником из-за того, что его не пропустили на работу. Какое сложное дело. 680 аж, жесть. Ну давайте мы, наверное... Чё сделаем? Так, музыка, иди, и 230, иди. Отлично. Совпадение? Не думаю. Так, давайте, иди, расследуй. Умник. Похороны. Похороны. Мистер Нэш, вы в городе человек новый, и не знаю, можно ли вам доверять, но я еще совсем ебанул, чтобы пойти к этой бабе, которая теперь значок шериф носит. Ведь понятно, как он ей достался. Ага, короче, слушайте. На базе отдыха, где я банщикам работаю, засели беглецы из тюрьмы, они представились какими-то строительными жлобами, инвесторами. Но накануне я случайно подслушал их разговор про то, как они слиняли из тюрьмы Рипта, награбанули и секонд-хенд, и сейчас ждут своих корешей, которые помогут им перебраться за границу. Угу. Не могу, здоровье не позволяет, да и боюсь, что не сдержат они слова и порешат меня прямо в моей баньке. Короче, банька пока закрыта, да? А, так есть несколько, чтобы тщательно спланировать операцию, нужно собрать всю необходимую информацию и подобрать подходящих для... Ого, фигайся, жестко как. Что нужно сделать? Достать ключ от черного входа и предупредить менеджера о штурме. Соберите всю информацию, снарядите и назначите свою штурмовую группу. Три дня до штурма. Вот это да! Вот это да! А, вот это да! Что делать будем? Три дня, короче, сегодня тогда два дня делаем, потому что третий день будет жесткий. Подсудимый по делу об изнасиловании выхватил у пристава пистолет и угрожает убить себя, если ему не предоставят справедливого судебного слушания. Ты-ты-ри-ты-ты-ты. Какая хорошая у тебя фамилия? Так, сколько осталось нам? Двести очков. Ложечку отправим? Ну, давайте ложечку отправим. Тогда, может, вместо этого отправим какого-нибудь вот этого? Да. Ехай! Так, в морге у нас нет ничего здесь, давайте посмотрим. Так, коп. База отдыха Винтер. Необходимо заполучить ключ от черного входа и отозвать охранников комплекса, что дежурит возле этой двери и другой персонал. Ключ хранится у менеджера, но забрать его нужно у него дома в вечернее время. Они на работе, чтобы преступники не заметили копов. Менеджер выдаст ключи и скажет сотрудникам комплекса незаметно уйти в ночь штурма. Окей. Ну, сейчас пока утреннее время, так что что делать-то? Ждать? Мистер Нэш, все прошло хорошо, я рад, что у моего коллеги были приличные похороны. Я тоже очень рад. Еще я рад, что у меня 16720 есть и скоро нам придется платить по счетам. А пьяный рабочий раскачивается в боксерской стойке перед охранником и орет «Подходи, сынок, сейчас я уложу тебя, как пчела, ужалю». Так, есть у нас сила, интеллект, так, встать в левостороннюю стойку, встать в правостороннюю стойку. Ну, он как стоит? Он в левосторонней стойке, да, стоит? Достать дубинку. Ладно, давайте, достаем дубиночку. И он, наверное, убежит. Дружище, ты вот сейчас не по правилам пошел, сокрушается рабочий, достает из кармана нож. Выбить дубинкой нож из руки рабочего. Выстрелить в мужчину. Ну, давайте попробуем выбить, мы же сильные парни. Нож отлетел в сторону, ну, теперь-то можем нормально побоксировать, а воодушляется рабочий. Оглушить рабочего дубиной. Очень сложное дело. Коп попал дубиной в челюсть рабочему, тот потерял сознание. Прям все. В первом раунде слился, короче, чувак. Пиво нам дали замечательным. Так. Скорости есть? Надо, наверное, переговорчики взять. Я буду все качать, потому что надо все качать, да. Золотые слова, да? Не правда ли? О, господи, о, господи. Сколько всего здесь сделано? Трейлерный парк. Жители пожаловались на громкий зловещий голос. Из динамиков голос зовет полицию и обещает кровопролитие. Скорее всего, это какой-то фэк, да? Ну, блин, отправить-то надо кого-нибудь. Ну, тогда пацаны устанут. Жители пожаловались. Ну, ладно, мне пофиг. Разочек можно. Один раз не самое этом. Подсудимый держит пистолет у своего виска и повторяет. У каждого из нас есть право на справедливый суд. В зале суда многолюдно, все испуганы и не решаются сдвинуться с места. Переговоры у нас есть. Взять судейский молоток, призвать всех к порядку, эвакуировать зал. Может, согласим приговор для начала. Давайте, наверное, взять судейский молоток и попереговаривать. Вот это другое дело. Подсудимый с энтузиазмом саживается на свое место и не убирай пистолет от виска. Может, согласим приговор для начала. Так, рвануть к подсудимому по столам. Скорости есть. Давайте рванем. Коп быстро перемахнул с одного стола на другой, оказавшись лицом к лицу к подозреваемому, сумел обезвредить его. Изи-бризи. Да. Так, интеллект, скорость, переговоры, скрытность. А, еще надо скрытность качать, чтобы все были ниндзями, короче. Давайте этому скрытность делаем. Окей, хамелеона дали замечательно. Так, что у нас еще появилось? Тут еще какая-то дичь. Ну, какие у тебя глазки. Я, майор, в отставке ушел со всеми почестями, когда военную базу в Шарпуде закрыли. Мне удалось прихватить с собой коробку со всякими тестовыми образцами военных гаджетов. Прослушивающее устройство уверен. В вашей работе они пригодятся. Я отдам прослушку вам, но сперва вы должны помочь мне. Ситуация такая жена выгнала меня из дома, потому что я якобы много пью. Якобы много пью. Ну да, 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 да. По лицу видно. Ну а чем мне еще заниматься на пенсии? Выгнала она меня и, похоже, начала водить в дом всяких молодых хахалей. Одного страхового агента я даже узнал. Это Мик Шипси. Ему тридцатник только в этом году стукнул. Что я хочу? Отправить к моей жене копа помоложе да с прослушкой, которую я ему дам. Раз она оказывается такой шлюхой, то ваш подчиненный легко ее соблазнит. А микрофон все запишет. Я представлю доказательства в суде. Разведусь с этой тварью и больше... Так, ну давайте коп помоложе. Он у нас есть. Иди, угорай, чувак. Крутое дело. О, господи, драка. Жалобно шум по лесам. Трайлерный парк не то. Давайте драку. Драка. Больница Рози Мари. Прохожий передает, что какой-то фотограф повздорил с местным врачом. И че? Ну, я рад за них. Ура. Молодцы, пацаны. Так держать. Вздорьте дальше. Иди туда. Такие все молодые, неопытные у меня. Пипец. Ну ладно. Так, давайте, езжайте. Мистер Нэш, боюсь, ваше дело. Тайная черные коробки против клейн-бы разваливаются. Улик недостаточно. И я буду вынужден отпустить его на свободу. Не думаю, что такой провал хорошо отразится на вашем департаменте. Да и нас лично. Впрочем, если у вас есть другие убедительные аргументы, то можно исправить все. В моей власти любого оставить за решеткой, что скажете. Вот ты говно полное. Ну ладно, держи. Ай, все. Ты приговорен, блин, да? Виновен. Судья Трант вынес вердикт по делу. Вот говнарь. Он у меня теперь все время деньги будет сосать. Так. А, ты в больничке был, да? Ну ладно, все прокачали, все счастливы. Так. А скрытность переговора давайте возьмем. Ура. 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 Что еще? Так. Ты вообще крутой парень, да? Бельмонт. 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 Давайте силку тебе возьмем. Богатырскую. Будешь барашком бегать. Так. Скорость. Стрельба. Скорость давайте. По порядку пойдем. Музыка. Здоровый мужик. Стрельба. Скрытность. Давайте скрытность. Скрытый интеллект. Так. Что? Жалобы на шум лесом. Или что? Нет. Ну, народ-то есть в принципе. Надо каких-нибудь пободрее отправить туда просто. И все, да? Что надо? 910. 500 и 400, да? Ну, езжайте. Проверьте. Скорее всего, фигня какая-то. Или что? Ложечкой добить? Ложечка у нас сильный парень. Но он справится. Перекурит потом. Так. Похороны, похороны, похороны. Сегодня утром похоронили Ванесса Флаудпоц. А, это наша красавица, да. Это была скромная, но достойная церемония для самых близких. Замечательно. И сейчас бэм, 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 бэм. Да, вот так вот. Как я люблю. Ничего. Погодите. Ты ж туда едешь уже, майор в отставке. Ну, он ж туда едет. Ты чё вылез? Стоп, включи сирену. А врач держит за ворот фотографа у ворот клиники. Фотограф срывается на виск. Это стрит-фотография для арт-проекта во Фрибурге. Блин, козлы, сволочи. Ненавижу. Итак, мы продолжаем. Чё у нас там было? Это стрит-фотография для арт-проекта во Фрибурге. Зашоренный ты мудила. Оно, отцепись, я снимаю оттенки человеческого страдания. Фрибург сосёт. Включить сирену. Наблюдать. Наблюдать? Ну, за ворот он держит, он его, наверное, не убьёт. Или чё, включить сирену? Давайте включим сирену. Переговариваясь. Услышав сирену, врач отпустил фотографа и пытается сбежать. Теперь нужна скорость. Скорость у нас есть на один, вот у этого. Догнать нарушителя. Снять преступника-снайпер. Жесть полная. Ладно, давайте договорим. Коп догоняет врача и скручивает его. Скрутили-ки сделал он. Ну, давайте ещё одну скорость возьмём. Вот шикарный тип. Он новенький у нас, по-моему, да? И смотрите, как прокачан клёво. Молодец. Хухухухух. Сейчас подождите. А, вот теперь точно продолжаем, да? На деревянной сцене стоят две плотные ширмы и радиоприёмник. На сцену направлена камера на штативе. Из динамика слышен голос. Вот вы и приехали. За одной перегородкой сидит человек с бомбой под ногами. За другой я посадил манекен. Я предлагаю вам сделать один выстрел, иначе нажму на детонатор и выбирать вам не придётся. Окей, я думал это ложный вызов, а тут смотрите как. Выстрелить в ширму слева, выстрелить в ширму справа. Разведка снайперам. Давайте разведку снайперам сделаем. А, у нас снайпера нет. Так, ну чё, слева, справа? А если там заложник? Ну блин, выбора нет. Выбора нет. Ложечка, ты у нас уставший, так что давай спишем на усталость. Господи, боже мой, не дают мне сегодня ничего сделать. А, в тысячный раз мы продолжаем, да. Так, стреляем в правую ширму. Давай. Ложечка, не подведи нас. Коп стреляет в ширму справа и слышит голос. Полиция решила поиграть с человеческой жизнью и чудом не застрелила невиновного человека. Что будет дальше? Радиосвязь прерывается. Из стреллера выбегает мужчина с детонатором в руке. Приказать мужчине сдаться, оглушить мужчину и стайзером. Снять мужчину снайперам нет подходящей экипировки. А почему тогда мне такого не было вариантом? Так, ну, типа можно стайзера снять, можно приказать мужчине сдаться. Переговоры у нас есть. Ну, мы, наверное, с ней оглушить его и стайзера сделаем, чтобы наверняка. Одну крышечку-то можно потратить, да, чтобы всё было в порядке. Так, давайте ложечку качать. Тайзер у нас есть. Коп оглушил преступника выстрелом из тайзера. Мужчина дёрнулся от шока и случайно нажал на детонатор. Со стороны сцены раздались громкие хлопки фейерверков. Оказалось, что за ширмой к стульям привязаны манекены. Это было всего лишь, ну, короче, розыгрыш. Это пранк, бро. Коп нашли видеокассеты пустые. И они мне были нужны. Коп нашли видеомагнитофон. Но мне был тоже нужен. А фильмы у нас есть? Надо посмотреть на складики. Так, а скорость давайте возьмём. Вот сейчас он не спросил у меня. Я хотел, может, передумать. Так, чё жестокое обращение? С животными. Это серьёзное дело. Пьяный мужчина привёл свою таксу и требует, чтобы из неё приготовили пирог. Животное скулит и вырывается. Мужчина пинает её ногой. Какой ужас, а? Снайпера туда отправим. На всякий случай. А он потом, это, вернётся? Ко мне едут опять, что ли, или чё? Это трясёт аж от этой си говны. Ладно, давайте отправляем этого и этого. Лучше трезвые, не пьяные. Так, база отдыха. Время уже вечер. Когда стемнеет, наверное, тогда отправим. Так, морг. Покойницкая, да? А почему? Подождите. Перси. Помоложе. Так он едет назад или не едет? Я не понимаю. Так, уже вечер. С вечеря. Ну, ещё чуть-чуть подождём. Так, Перси приехал, а толку? Не доехал, что ли, или чё? Отправить ещё раз. Вали. Пьяный мужчина наступил такси на лапу и кричит повару. Покрути её в любой пирог. Я неприведливый. Я вообще хотел её на сосиски пустить. Только толку от неё всё равно ноль. Эта бестолочь даже в туалет не научилась проситься. О, какой сволочь. Ударить живодёра дубиной. Заломать живодёра. И использовать шокер. Ну, будем ударять его дубиной. Почему бы нет? Такса вцепилась в дубину копа и защищает своего хозяина. Тупая собака. Ударить таксу шокером. Ударить таксу большим ножом. Давайте шокером её ударим. Копа оглушил таксу шокером. Тем временем её хозяин выбегает из пироговой. Ужас какой. Выстрелить в воздух. Рвануть за преступником. У нас есть скорость 2. Рвём за преступником. Представляете, мы сколько расходников потратили, чтобы эту гниду поймать. А, жесть. Так, интеллект тебе возьмём. Окей, взломщик. Е-е-е, бой. Далее. Всё, да? Так, ну время ещё пока не вечер. Или вечер. На склад хотел я зайти, посмотреть, что у нас есть. Складик. А, видеомагнитофон. Есть 2 штуки. Круто. Пустые кассеты есть. Есть генератор. Нужны ещё видеокассеты с записями. Отлично. Ну, сейчас мужик нам наведается, и мы ему всё это отдадим. А ты что нам нужен? Хочешь отдать? А, так. Кокаин, молотый кофе и паприка. Ты дебил, что ли? Так продолжить. Закрыть. А, ну он мне скажет сейчас, что нет вещей, да? Или есть? Или нет? Как посмотреть? Склад. Подгузники, туалетная бумага. Господи, сколько всего, всего, всего. Очень много. Нет ничего вообще. Купить, продать. Купить. Что можно купить? Кола. Героин за 6к. Кокаин. За 3. Тут, кстати, можно затариться, чтобы получилось всё, да? И чё-то можно продать. А чё можно продать? Пивасик можно за 90 баксов продать. Драгоценности. Ну, короче, если нам будет не хватать, то мы сразу же к ней. Время 21, надо отправлять туда пацана. А, кто поедет? Спрингер, езжай. Главное, успевай. А, так. Что такое, блин? Подожди, мужик. Он всё-таки был пьян. Окей. Я думал, он, типа, пьяница, а он оказывается пьяный. В городе ходят слухи о трёх странных мужчинах, которые недавно видели в пабе. Они явно приехали издалека, имели при себе оружие, одеты были как спецагенты или какие-то шпионы. Тихо осматривались по сторонам, делали пометки в блокнотах и пришли в бар уж точно не за выпивкой. Интересно, что их привело в Шарпвуд. Ну, мы их убьём всех, наверное. ЙОПРСТ. Сколько всего тут есть? Больница. Мистер Нэш, нужна ваша помощь. Я больше не знаю, к кому обратиться. Моей жены рак. Обычные методы лечения не помогают. В медицинском журнале я прочёл о новом экспериментальном лечении, где используют золотая пыль. У меня есть всё необходимое оборудование для процедур. Не хватает только материала. Если вы достанете для меня хотя бы один золотой слиток, это может спасти жизнь моей жены. Я такого никогда не забуду. И пока вы служите в полиции, я смогу позаботиться о ваших раненых копах во всех смыслах этого слова. Где ж мне тебе золотой слиток-то достать, чувак? Я же его не этого, сам его. Драгоценности не канают, нет? Драгоценности, наверное, не канают. Ты мне запарил! Чё за говно, а, пацаны? Давайте коп помоложе отправим вот этого. Персия, он типа забивает и не приезжает в Соляново или чё? Говнарь. Решение. А, ранение, господи. Два дня больницы. Да, ради бога. Я вроде всё правильно вещей говорил, но дама так и не повелась. Неприятно, конечно, не думал, что баба в два раза старше будет вертеть носом. Но такого молодого красавца, как я, ещё и муж её недоволен остался, сказал, что оборудование не отдаст, пока не получит железобетонные улики. Он меня запарит. А, он, короче, два трая сделал. Сейчас на третий поехал бы. Ну ладно, отправили другого покрасивее, парня. Может, что получится. Расследование. Мистер Нэш, дело сделано. Вот ключ. Работники Винтернайта уедут с работы пораньше в ночь штурма. Окей, спасибо, мужик. В следующий день мы будем готовы что-нибудь ещё сделать. Ну, давай, давай, мужик. Мужик, давай, давай, давай. А где нам золотые слитки-то взять? Непонятно. А, кадры всякие, я же там на убийство кого-то отправлял, нет? Или я её забыл отправить? Прочтите все сообщения. Так. А, вот. Давайте посмотрим, что он наколупал. О, три фоточки, замечательно. А тут одна фоточка. Так, давайте, почитаем. А, постель жертвы намокла от мочи на полу лужа. Под кроватью старика обнаружен потрёпанная книга с закладками. Мэдэксперт. Майкла Сэндман задушили подушкой, у него сломан нос. Учитывая хрупкость костей старика, перелом мог произойти от сильного удара или даже в результате давления подушки на лицо. На подушке остались следы крови. Окей. Прима, порезий, пациент. Врачи давно крест на Майкле поставили. Он регулярно кашлял кровью, а по ночам иногда даже и на пол ссал. Больше всех отобесило нашего новенького Дэна Брома. Хотя ему-то что, он вообще в другом конце палаты же лежал. А он просто не мог успокоиться. Когда Майкл очередную лужу на полу сделал, орал, что не для того, в больницу лёг, чтобы ссанные микробы растекались у него под ногами. Старик, странный мужик, конечно, нашёл, где от микробов прятаться. В Шарповской больнице. Окей. Очень сложно читать этот шрифт. Как его изменить на обычный? Эрик МакДугал, пациент. Я лежал возле входной двери в палату. Напротив койки нашего штатного сыкуна. Хе-хе-хе-хе. Понятно, что в палате его не любили. Кому понравится сосед, который орёт по ночам и сытся, как младенец. Миссис Спиви, наша ночная медсестра, похоже, терпеть его не могла. Всё время ругалась себе под нос, когда по коридору шла на очередной его вопль. Я ведь возле двери лежу. Мне всё слышно. Особенно ночью, когда тихо. Мисс Спиви вообще тишину любила. Всё время с книжки сидела. И чё? И чё? Давайте смотреть. Подаёт утку. Толкает Майкла Сэндома в грудь. И хватает подушку с его койки. И орёт во всю глотку. Утка... Тутка. Да? Ну, надо, короче, отправить двух копов на фотки и там просто трешать. Двух умных копов. Потому что пока ничего не понятно. Так, соберите всю информацию. Снарядите и назначите свою штурмовую группу. Три дня осталось. Ну, короче, мы давайте ещё один день проделаем. И, наверное, всё пока. Потому что я так решил, да. Хе-хе. Так, крышечки есть. Вроде всё без проблем, да? Замечательно. 47 крышулек. Надо что-то покупать. Или кого там. Ходжекс. Какой ты? Прям 47 из 47. Чё, берём его? Нет, он дорогой такой. Ну, смотрите, он вообще просто жёсткий. Он прям жёсткий. А я уже его нанял. Ладно, окей. Пусть будет так. Завтрашняя смена. Так, ты отдыхай. Давайте посмотрим, сколько мы копов наймём. Готовых поработать. Один с копов. Я думаю, нам хватит. Зато все устатые будут отдыхать. Заверший день. Половина, правда, естественно, будут говорить. Я там что-то сделал. А ещё кто-то, может, даже выздоровеет. Кат-сценка. Усатый парень. Это, скорее всего, подозрительный чувак. С медалями. А, это полковник, наверное. Этот лысый наш парень. Хе-хе. Секретут. Я хотел бы увидеть шерифа Лили Рид. Зачем вам шерифа Лили Рид, мистер Картер? Капитан Брит Картер. Именно поэтому день, когда вы ступите на порог нашего департамента, я не успел её прочитать, станет не только важным для нашего всего Шерпуда, но и счастливым днём для меня лично. Похоже, я здесь, чтобы сделать шерифа Лили Рид счастливый. Сынок. И чё? И такой Джек Бойт выходит. Эй, я же сказал тебе держаться подальше от моего кабинета. Кажется, у нас тут проблема. И ещё мне нужно что-то, что снимет головные боли. Знаете, у меня мигрень. Или это не мигрень, просто головные боли. Это разные вещи. И лекарства тоже нужны разные. То, что лечит одно, не лечит другое. А если что-то не лечит вас, оно убивает. То, что лечит головные боли, не поможет от мигрени. Доктор Конян объяснял мне разницу, но я... Вам нужен аспирин? Нет, 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 другое. Нет, на боку бы. Давайте я просто запишу, что нам нужно поговорить сейчас же. Простите, мистер Нэш, но я сейчас... Эй, ты что не видишь? Очередь. Я... Что тут происходит? Просто я каждую неделю принимаю нуждающих горожан. Пытаюсь помочь им с продуктами. И лекарствами, которые сложно достать в шарфуде. Я не хочу, чтобы... Я не хочу, чтобы они шли к контрабандистам, понимаешь? Вернись в конец очереди. Старик говорит, спокойно, я работаю здесь. Лили, у меня в кабинете. Ты работаешь здесь? Ну тогда вот, что я тебе скажу. Пол в коридоре, по которому я шел сюда. Самый грязный пол, который я видел в своей жизни. И если мои налоги идут на... Я не уборщик, я коп. Коп? Отлично. Значит, вы должны решить мою проблему с крысами. Я не... Лили, слушай. У меня в кабинете нас ждет человек по имени Картер. Картер? Капитан Брид Картер. Да, да, он. Не могла бы ты... Тип, запиши все лекарства, которые нужны, а потом прими всех остальных. А, тип, это вон тот в очках. Брось свою тетрадь, возьми мою нового человека с новой страницы. Все понял? Очень странная ситуация какая-то. Я только одного не могу понять, дорогая. Что это за тип? Зачем же ты мне писала это письмо, если у тебя помощник теперь этот... Мистер Нэш появился. Он появился неожиданно. Он работает под прикрытием. Некоторое время он... Его прислали для... Эта операция... Это все часть большой операции. Какой-то большой операции. Я и сама не знаю всех подробностей. Я думаю, мистер Нэш сам все вам расскажет. Скинула такая объяснюлки. О, я не сомневаюсь, что мистер Нэш все расскажет. Расскажет, как его назначили на эту операцию. Расскажет, как им прислали приказ. Красивую бумажку с печатью, подписью. Покажет, наверное, да? Расскажет, как ему пришлось паковать вещички в его большой городской квартире. Как он аккуратно складывал свои дорогие брюки в свой дорогой чемодан. Как ему пришлось отращивать бороду, чтобы сойти тут за своего. Расскажет про свою блестящую карьеру. Наверное, вы были бы отличником в Академии, мистер Нэш. Были. Наверное, вы думаете, что знаете о своей работе все. Но кое-что вы не знаете, мистер Нэш. Кое-что очень важное. Такой город, как Шарпут, не спасут выскочки карьеристы. Или бюрократы с центральным управлением. Такой город, как Шарпут, можем спасти только мы. Люди, которые здесь родились и которые здесь выросли. Это наша чума, мистер Нэш. И мы должны сами с ней справиться. Короче, он все, он поверил во все. А меня блудного сына Шарпута, кого-то там послали, сюда вернул сам господь. Ой, чувак. Значит, по-вашему, Шарпут должен спасти хромой вояка без опыта полицейской работы? Из библии наперевес. Я не стану обижаться на ваше неуважительное замечание, мистер Нэш. Потому что я и сам совсем недавно был заблудшим глупцом. Ну, короче, понятно, он фанатик какой-то. Я не понимал, что бог спас меня на войне. Я не понимал, что именно он помог мне выжить после того, что... Что... После того, что случилось со мной после войны. Окей. Я воевал-то во Вьетнаме, что ли? Теперь я вижу гуков на деревьях. Теперь я готов. Я не сомневаюсь, мистер Нэш. Пришел я не со щитом, а с мечом. Ну, тогда скажи, поработай недельку и покажи, на что ты способен. Я уже говорил, мы не будем превращать это в глупую игру. Мистер Нэш, вы проделали отличную работу. Но вы должны согласиться, что Лили, это не игра... Это... Это испытание. Я смиренно принимаю испытания, моя дорогая Лили. Я прошел через многое. Прошел с достоинством. Дайте мне воды попить. Пройду и через это. Конечно, тебе понравится. Отлично, просто отлично. Теперь у нас в департаменте стало на двух упертых мальчишек больше. А они друг друга знают по-любому, да? И просто выпендривают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это прям надо на эту поставить, на заставочку. Так, Ааранович Таки выздоровел Я перебрал с выпиской, продолжай Знаешь, у меня кузен на почте работает Так он решил мне воспользоваться Их копировальной машиной И сделать себе копию с его экземпляра Последнего покушения Нептуна Там почти 600 страниц Так что я, похоже, весь день буду копировать Короче, окей Что мне ее это Согласиться, и она станет доброй Моя тетя Жаклин из Митейла Отстояла вчера огромную очередь Последнюю Господи, да когда же вы все начитаетесь Так, что у меня получается 10 человек 9, 8 Нет Вы запарили, пацаны Вот реально, это бред Сколько у меня, 7 человек осталось? 6 Ну, вроде нормально Там же еще один выздоровел Пусть сами разбирают Окей Куда что засунуть? Начать день Вот, теперь надо интеллектуалов нанимать Так, интеллекты есть Интеллекты есть Интеллекты есть Вот, хороший интеллект Это кто? Айронович? Да Сюда надо закинуть На поиск новых улик? Нет Поиск новых кадров Сегодня Айронович Медсестра Окей Так, медсестра, да? А что у нас там было в первой Короче, надо умных кидать На то, где меньше фоток А я не помню, где меньше фоток Так что Они весь день будут, да, там торчать? Или потом под вечер приедут? Нет, мне так не нравится Давайте, наверное, ты Все-таки Бельмонт поедешь сюда А где тут умная тетенька сюда? Так, короче Пофиг, вот так пусть будет Езжайте Соберите всю информацию Окей Соберем Сейчас главное не обкекаться Мало народу Мало, мало, мало В ближайшую неделю Капитан Картер Возьмет на себя Управление частью департамента И победит в соревновании Тот, кто в эти дни Покажет себя лучшим Шерифом полиции Господи И что делать? Побить всех копов? Так Я как отставной коп Всегда держу ухо востро Даже когда выпиваю Так вот Вчера в баре уловил беседу Ваших ребят О банде санитары леса Мол, ускользнули Подонки от правосудия Вы еще хотите Эту банду поймать Или как? Если что Я готов поделиться Коя-какой информацией Которая поможет вам Снова Давайте Почему бы нет? Кража Неизвестный украл компьютер На котором хранилась Информация Интеллект Интеллект Блин, да у меня Смотрите, сколько народу Мало осталось Ну, езжай Молодец Так, чего Морг У меня нету Такого Золота тоже нету И этот дебил остался Да? Ты мне будешь Все время теперь? Так Ну, он вроде молодой Умный Ой, а я куда Я его хочу выкинуть? На улицу, что ли? Так, давай, езжай Так Домогательство Мужчина пришел на процедуры И начал домогаться До медсестры Ну, это дело века Музыка Отправляйся Так, ты что имеешь? Интеллект Переговоры Скрытность Ну, короче Переговорим Может получится А может не получится Надеюсь, сегодня будет Изишный день А то копов что-то мало Да, надо покупать Покупать надо Так Мужчина со спущенными штанами Бегает за медсестрой По кабинету Мист, пожалуйста Потрогайте вот здесь И я тут же излечусь Вы должны мне помочь Вы же давали клятву Гиппократам Мужчина Подтяните штаны Сестра Вы что, члена никогда не трогали? Мужчина Подтяните Так Используй перцовый баллончик Ну, давайте переговорим А Мужчина Подтягивает Растегнутые штаны И пытается сбежать Гнаться за мужчиной Схватить мужчину за ремень Мы выдернем ремень Штаны упадут И он Знаете, что сделает? Упадет, разобьется И сдохнет Коп схватил ремень Торчащий из брюк мужчину На ремень Выскользнул из петель Брюк мужчина Сбежал Придерживая штаны руками Эх ты музыка Блин, скорость надо было брать Ну, ладно Минус дело Минус крышки А у нас ноль Опять в минус уйдем Куча минусов Короче Два бомжа пытаются Разобрать на металлолом Одну из опор Радиовышки Какая прелесть Дело века, блин Иди Че ты умеешь? Стрелять? Базарить? Вот только скорость Не хватает у тебя Ну, ладно Может получится А может не получится Мистер Нэш Благодарю за вашу работу Благодарю за вашу работу 500 баксов дали за это Клёво 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 Монумент Бавоса Пожилая женщина Пытается пробудить Плодородие Своей внучки С помощью шокера Лол Кек-Чебурек Блин А кого отправить-то? Двоих придется отправлять А он устатый Он может разбиться Давай тогда так С музыкой Поедем делать Дело с музыкой Так, а может, кстати Кто-нибудь приедет Успеет? Или не приедут? Погодите Так Два бомжа С двуручной пилой Пытаются отпилить Одну из опор Радиовышки Отскорежется металл Хочется сбежать Тут подальше Так, выстрелить Воздух Подкратиться к бомжам Скрытность у нас есть Мы же, блин, ниндзя И уехать Подкрались к бомжам И поймали Окей Клевый мужик Ты крутой Так Шесть секунд осталось Ладно, давай Куда? Она сейчас ее убьет током О боже Придется так Так, соседи пожаловались На парня Который выкидывает Использованные шприцы Прямо из окна Своего трейлера У нас здесь вообще-то Дети играют Разберитесь Господи, пятьсот Ну ты справишься Ты что умеешь делать? Ты все умеешь Кроме интеллекта Нормально На все руки мастер Так Стоп А это что тогда Больница Разомари Мистер Нэш Трусы Трусы Окей Трусы И бюрократы Хотят покончить Мою мечту Я всю жизнь Занимался тяжелой атлетикой И решил закончить карьеру На высокой ноте Поехать на соревнования В Риптон Фига ты качок Чтобы Всех там размазать Я к ним готов Ведь каждый день Тренируюсь по собственной методике Съедаю Килограмм детского питания Но врач из нашей больницы Не хочет выписывать мне рецепт Для соревнований Ну а Нужную справку для соревнований Потому что боится Что моя спина не выдержит Этот придурок Почему-то вбил в себя в голоду Что если я получу травму То у него обязательно Будут проблемы с полицией Отправьте туда Своего убедительного сотрудника Который Сможет уболтать врача Выдать мне справку Если все получится Поделюсь секретом Собственной тренировкой С вашими Окей Нужно переговорчик туда Отправлять Или умного Убедительного Ну скорее всего переговоры Кто у нас есть с переговорами Фиг его знает Кто есть с переговорами Ну вот Музыка есть Окей Музыка туда и поедет Главное успеть А время-то уже вечер Окна и двери Большого черного трейлера Заперты Но слышно громкую музыку Возле трейлера Валяются использованные шприцы Зломать дверь А мы умеем взломать Бросить светошумовую гранату Протаранить трейлер Патрульной машины Коп долго и шумно копался Но не смог взломать Замок Жилец наркоман Увидел полиции Блин Походу сегодня плохой день у нас Да Два убегших человека Это плохо Подозрительный предмет Блин Подозрительный предмет Восемь соток Возле разрытой могилы Вот смотрите Взлом это интеллект И я как раз отправил чувака У которого его ноль Блин Жесть Возле разрытой могилы Лежит подозрительный мешок Большого размера Очевидец считает Что это может быть Боевая ракета Ну скорее всего это фейк Блин Ну надо отправлять Потому что у нас Все плохо Блин Девочка лет Десяти привязана К монументу Духа Рядом стоит ее бабушка Бьет девочку шокером Говорит В горло Фига себе Криси потерпи Немножко чтобы Дух Плодородия Вошел в тебя Ему нужно освободить Путь Сейчас у тебя должно Перехватить дыхание Что господи Какой бред Подкраток Преступники Преступности Скрытности есть Так что делаем Музычку давайте Нет Давайте дремиса Чтобы он качнулся Немножко Рвануть к девочке А скорость есть? Так может лучше тогда Скорость? Нет давайте Подкрадемся К преступнице Коп сумел Подкраться И арестовать Окей Но тебе нужно Наверное Переговоры взять Окей Окей Так уже вечер Блин капец Музыка то еще не здесь Музыка давай быстрее назад Еще что то появилось Деревообрабатывающий завод У меня дело У меня дело не сложное Но Сам я справиться с ним Увы не могу Силы уже не те В моем подвале Застоялись Бочки Их нужно вынести оттуда И заменить Новыми Что в бочках Нет ни вино Там кое-что Поинтересней Вы все равно Не угадаете В общем Если поручите Дело двум Своим сильным Ребятам То я смогу помочь Вам на другом фронте Уверен что Некоторые ваши сотрудники Страдают от проблем С алкоголем Я все понимаю Работа тяжелая И стрессовая Так вот я смогу Усцелить любого копа Да я не шучу любого По собственной Проверенной методике После процедуры Он даже смотреть На бутылку Не станет Поверьте Нужны сильные копы Время мало Музыка давай Приезжай быстрее Этот вообще Нифига не умеет Сволочь Так стоп Как стоп сделать А здесь стоп Только такой Так переговоры Ну давай ты езжай туда Дальше Так золота нет Сильных копов Сила есть Сила есть Блин а он сдохнет Ждем других копов А там еще вызов Подождите вызов важнее Мне пофиг Кто там пьет Очевидец сообщил Что мужчина В перчатках И респираторе Оглушает бомжей шокером И затаскивает их В свой фургон Капец Смотрите сколько надо Раз А если подождать Чуть-чуть-чуть Совсем чуть-чуть Оп стоп Хе-хе Успел Так Так Сяк Так Сяк Блин Двадцатки не хватает Вот это жестко Вот отлично Главное чтобы он не сдох Так расследование Давайте посмотрим Сколько у нас фоточки есть Много фоток Но все равно Не хватает одной Ничего Блин Это другой какой-то Да Там какой-то Это кража была Да Замок не поврежден Но по утрам После ограбления Дверь уже была открыта Но утром Окей Преступник использовал ключ Либо открыл ее изнутри Окно в кабинет Приоткрыто Но решетки И стекла целы На полу валяется Разбитый горшок С цветами Который стоял на подоконнике Так То есть Кто-то залез Через окно О господи Как мелко В ту ночь Мне как обычно Не спалось от боли Обезболивающие Что здесь дают Никуда не годятся Так вот Я видел как К заднему входу Больницы Подъехала Подъехал Кабриолет Я еще подумал Что часы посещения Давно уже закончили Он прет Было темно Так что я не разглядел Кто был за рулем Кабриолета Припарковался За углом Постоял Несколько секунд И уехал Я тогда решил Что это Сотрудник больницы Забыл на работе Какое-то Что-то важное И вернулся На минуточку Хотя Удивительно Такой автомобиль У врача Из Шерпфуда Но на следующий День Я даже У главврача Спросил Когда он Обход делал Мол Кто это Из ваших В кабриолете Рассекает По нашим Убитым дорогам Но он похоже Подумал Что я шучу И невесело Хмыкнул в ответ Опаньки Главврач О господи Улис уборщица Как только Эта компьютерная Штука Появилась В больнице Начались проблемы Одни пациенты Нервничали Что их карточки Теперь хранятся Внутри Какой-то Непонятной Машины Другие Наоборот Были Слишком Любопытные Недавно Я Выпроводил Коротышку Который Юркнул В кабинет И уселся За компьютер Роста в нем Было Как в ребенке Я его Прям за ухо Взяла И вывела А лонга Этот Который За компьютером Отвечал Никогда Мне не нравился Вечно Угрюмый Сидит Как сыч Перед своим Зеркалом Экраном Пока я Намываю Пол Даже ноги Не поднимет Я ему Для уюта Горшок С цветами Принесла А он мне Буркнул Что поливать Их не намерен В итоге Пришлось Самой А сегодня Прихожу Дверь открыта Горшок На полу Валяется Земля На подоконнике Рассыпана А подоконник Я подоконник Вытерла А там Следы были Это ж надо Топтать ногами Мои цветочки Совсем С ума Короче Понятно Очень длинная история Только Того Что кто-то Ногами Прошел Подоконник Главврач В этом году Я вернулся С конференции Во Фрибурге Решил довести Работу в больнице До мировых Стандартов Свести Бумажный Документ Оборот К минимуму Начать Использовать Персональный Компьютер У меня уже Глаза устали Жесть Но врачи Не захотели Обучаться Работе На компьютере И грозили увольнением Если я их заставлю Поэтому мне пришлось Нанять Молодого Какого-то там Который был Который бы Переносил Всю информацию С карточек пациентов В компьютер Я Оборудовал Для него кабинет На первом этаже В нашем Надежном крыле С решетками На окнах Потому что Компьютер Стоил Целое состояние Ключ от Кабинета Был только у меня И лонга Так что я даже Не знаю Что теперь думать Раз дверь в кабинет Не взломана Лонга Одинокий Чудаковый парень Хотя Он иногда говорил Что скоро у него Будет больше Женщин Чем в гареме У Бадишах Господи Шутил Наверное Короче Я удивлен Что он Относится к компьютеру Как к живому существу Например Держал окно Открытым Даже зимой Мол Сквозняк Полезен для техники Мне кажется Лонга Настолько привязался К компьютеру Что решил забрать его домой Только Для себя А кто мог Украсть Кроме Лонга Разве что Какой-то Гуди Не прошел Через Запертую дверь Или просочился Сквозь решетки На окнах А на окнах Это решетки А на окнах Это решетки И короче Нифига Непонятно Вообще Чё по фоткам Пикап подъезжает Пикап Не то Сразу минус Кабриолет же был Владелец Кабриолета Кладет компьютер В салон Кабриолета Окей Кабриолет уезжает Окей Уехал Владелец Кабриолет Пролазит в окно Сквозь решетки И опрокидывает Цветочный горшок Ну где-то здесь Да Ну короче Всё понятно Владелец Кабриолета Выносит компьютер Из кабинета Куда он его Из кабинета Выносит Дверь-то закрыта Была Ладно Пока так Пусть будет Короче По первому По версии Кабриолета Будем действовать Дальше Так Чё 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 Мы Всё про этого Льда пропустили Подозрительный предмет В мешке возле могилы Не оказалось Боевой ракеты Там лежал Труп пожилого мужчины У которого не было денег На пристойный похорон Окей Печально Всё печально Открыть расследование Вот И чё нам дали-то Где новые кадры Орёт Медсестра душит Медсестра бьёт Ценную книжку По лицу А Вот она с книжки ходила Да Версия подтверждается Так Даёт Тутку Толкает В грудь Хватает подушку С его койки Встаёт Душит Короче Непонятно Вот тут надо реально Двоих отправлять Причём По второй версии Надо отправить Более тупого А по первой Более умного Как-то так Ну это Опять моя теория Такая Вот Вот такой день прошёл Давайте сейчас посмотрим Результаты больницы Розмари Господи Мистер Нэш Я буквально 5 минут С доктором побеседовал И он выписал нужную справку Он конечно Мямлил что-то Про грех на душу Но я сумел Его убедить Что с полицией Шерпуда У него проблем не будет В итоге доктор Мне ещё какую-то таблетку дал Снимающую усталость Теперь Чувствую себя как огурчик Надо было крутого Какого-то отправлять Так Вы получили детское питание 500 баксов Ну вроде Вроде норм Куда-то машина С третьего ехала Домой поехала Наверное А больше вариантов нет? Никаких Ладно Ждём Так вот Мужчина в респираторе Тащит огромную Бомжиху За волосы Направлением фургона Мужик Ты что творишь Она же тебе всю машину Завоняет Кстати Мужчина на пути Залезть в фургон И освободить бомжей Ничего Ну давайте встанем У мужчин на пути Кого не жалко Ну вот этот парень Наверное подойдёт Мужчина в респираторе Отпускает огромную бомжиху Ухватывает револьвер Выстрелить мужчину Спрятаться за патрульной машиной Мужик Нахрена тебе сдались Эти бомжи О господи Это револьвер? Чё-то не похоже Спрятаться за патрульной машиной Он сядет и уедет Выстреливай в машину Короче Выстреливаем в мужика Стрельба Есть у этого пацана Стреляй Ко промахнулся Мужчина в респираторе Выстреливает В ответ Попал в полицейском В голову После присутствия Печально Печально Вот это печально Печальный день Печальный конец дня Всё очень печально Организовать церемонию Конечно же Редеют наши ряды Это печально Это печально Прям грустненько мне стало Вот так вот Кто ты был-то хоть Сильный Быстрый Скрытный Но недостаточно меткий Диммерс Наверное Тебя за крышечки покупал Ну и ладно Пофиг Завершаем день Смотрим А где всю информацию Собирать Ладно Всего Сегодня 9-3 Ах ты Говно Такое Собачье Картер Выигрывает Нэш Проигрывает Вот так вот Ход картера Так Чё бы купить Да Нахрен Блин Ещё и соревнования Короче идут Жесть Ладно Теперь у нас будет Отряд крутой Отряд самоубийц Хе-хе Вот такой Вот у нас будет Отрядик Всем покажем И опять половина Не выйдет Засранцев Да Так 14 Так Кого можно убрать Пусть этот Отдыхает Но остальные Все пусть подтягиваются Да Надо Вырвать Прям Победный день Будет Да Ну это уже Следующий раз Потому что Да Потому что Катсцены нет 4 декабря И мы увидимся В следующий раз Да Всем спасибо за просмотр Всем пока Играть в крутые игры И я пошел Что-нибудь по делу По работке Да Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok